В Самаре установлен особый противопожарный режим, поэтому все места скопления тополиного пуха не остаются без внимания. Службы благоустройства выполняют смачивание, уборку пуха вручную, либо с использованием вакуумно-подметальных машин. В городе завершилась ликвидация клещей, грызунов, комаров. Остается выполнить аналогичные мероприятия на пляжах. Необходимые работы будут организованы по мере снижения уровня воды. За обработку территории лагерей и других оздоровительных учреждений отвечают организации, в чьем ведомстве находятся территории. В Самаре открылся 10-й всеармейский фестиваль ансамблей, песни и пляски вооруженных сил Российской Федерации. Участие принимают 12 ведущих ансамблей Центрального, Южного, Ленинградского и Восточного военных округов Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли ВКС, ракетных войск, стратегического назначения, ВДВ и железнодорожных войск. Правительство Самарской области, отправленного отставку в Рио губернатора Вячеслав Федорищев, подписал соответствующее постановление о деформировании нового состава, действующие вице-губернаторы, руководители министерства и департаментов будут временно исполнять свои обязанности. Более 34 тысяч выпускников Самарской области написали ОГЭ по русскому языку. Для проведения экзамена подготовили 483 места, в которых работали более 8 тысяч педагогов-организаторов и технических специалистов. Результаты экзамена станут известны не позднее 18 июня. С 2026 года в Самарской области семьи с детьми смогут получать новую налоговую выплату. Она предоставляется родителям, которые воспитывают двоих и более несовершеннолетних детей и имеют при этом низкие доходы. Для 29% опрошенных офисных работников включенный кондиционер – частая тема споров в коллективе. Больше других из-за температуры в помещении конфликтуют сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. Таких участников опроса – 31%, в то время как респондентов моложе 34 лет – 24%. Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки, но они должны носить регулярный характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были на свежем воздухе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова